Также меня на работу не берут. Сука, я сюда спрашивал. Я хотел реально сюда устроиться. Меня не берут. Я не хотел себе поесть, купить. Вот просто взгляните на эти стены. Здесь проходят люди, да. Если бы вот здесь вот такими плитками хотя бы сделать вот так вот, плитками все уложить по моей технологии, которую я уже рассказывал, то здесь увеличится приток посетителей в 10 раз. Я убежден в этом. Если бы вот здесь разрисовать все пейзажи некрасиво, вот здесь, вручную, с душою, как будто нечто, как будто бог или дьявол или какие-то существа через мои руки, через мое сердце инструментом являются. Если все здесь разрисовать, ну здесь понятно, мало людей ходят, поэтому им пофиг. Все вот так разрисовать, это просто было бы, им же выгодно было бы, а мне бы просто разрешили рисовать и все. Вот здесь вот это все придумала эта женщина одна, которая творческим мышлением обладает, а вот эта смотри, красивая, казалось бы, абстракция, да, красивая. Но, если бы мне позволили разрисовать здесь, я бы еще написал, сделал здесь стрелку, что здесь вот так круто, все пейзажи, все вот так разрисовал, то здесь бы увеличился, увеличился. Есть раз количество людей, которые желают посетить. Ну вот тут, смотри, они не знают, что их ждет война, они не думают об этом, смотрите. Всякая вырвеглазная реклама вот эта вот, абсолютно отталкивающая. Вот я бы разрисовал пейзажами вот эти стены, плитками специальными вложил бы, с подсветкой вечерней, с покрытием, которое не смывается. И у них бы вот этих бизнесменов, которые шаурму или кофе продают, у них бы как минимум в 10 раз больше выручки было. А разве вы не хотите этого? Вот смотрите, лото, азарт, смотрите, вот капитализм во всей красе. Ужас. Смотрите, какая вредна, просто красным цветом закрасил. Вот если я сейчас спрошу меня, то мне просто пошли. Меня просто пошли, так если я спрошу, причем здесь даже не работает. А пока это все понимаете, я хотел просто пару вопросов задать. Вам интересно было бы, если бы я пейзажами, мелками разрисовал один небольшой пейзаж, если вам понравилось, то я бы еще рисовал, и это бы измельчило главных посетителей 10 окрасов. Если нет, то я бы все... Нет, нет. Нет, нет, говорит. Ребята. Да я очень испугался, когда ко мне в притейске постучался. Очень испугался. Реально тревожно стало. А до этого мне было грустно. Я не вижу своего будущего. Вот смотри, здесь бы я... Вот здесь бы я везде разрисовал. Вот здесь, плитками разрисовал. Вот здесь, вот здесь. Это бы увеличило сюда... Вот здесь бы разрисовал. Здесь и подсветка вечерняя, мягкая. Это бы увеличило в 10 раз, в 100 раз количество жителей. Вот ребята, допустим, если у них спросить... Ну им просто... Школа промыла мозг. Чем взрослее человек, тем больше ему промываются мозги. Он уже больше не воспринимает это все. Вот сюда, например, я могу здесь разрисовать все. Пожалуйста. Если я зайду, меня просто вышло... Вот смотрите, сейчас я зайду... Мне просто... Ну, грубо говоря... Ну, грубо говоря... Вышло... А он закрыт, сейчас коронавирус... Вот смотрите, вот в этом мире я должен был быть сильным, выживать, должен драться. Я никогда не дрался в детстве. Или не помню, дрался... Нет, дрался, когда гопник меня ударил... Ой, когда я гопника ударил... Я, короче, гопника ударил... Здорового... В институте СИВГАО. Он меня ударил так, что я потерял сознание на мгновение и... Об стенку ударился. Дальше он там... Ну, а вот он со мной поздоровался. Типа, все, больше... Больше уже никогда мне ничего никто не говорил там... Там были два изгоя, они над ними издевались. Ну, угорали... Одному нравилось даже это, другому... Другому просто там... Хотел с ними тусить... А я не хотел с ними тусить ни с кем. Отвращение к этому всему было. Один товарищ улыбался, ему нравилось. Второму... Второй хотел с ними быть... Четким пацаном, вместе с ними там... Танцевал, там все такое... А они угорали над ним. А я как бы... Мне не хотелось с ними вообще быть ни с кем. Отвращение... Просто невыносимое было... Символ к этой иерархии. Потому что тебя будут уважать, если ты там... Силу докажешь. Как же это отвратительно. Я не могу ничего особо делать. Я больной человек, реально. Вот смотрите, здесь бы я разрисовал... Стены. Вот смотри, я сейчас зайду, если здесь работает. Меня просто отошьют... Грубно грубят. Ну, это провинция. Вот смотри... Вот смотри, вот здесь... Отличное место, чтобы... Пейзажи нарисовать. А, здесь закрыто. Даже здесь закрыто. Посмотри, как прекрасен этот мир. Подумай, каким бы убил мир, если бы здесь все было из пейзажей, из плиток уложенных. Которые были бы покрыты жидким стеклом с легкой подсветкой. Или специальным раствором, от которого вообще невозможно никак повредить рисунок. Вот подумай. И все дома были бы пейзажами. Не вырви глазными, не яркими, а гармоничными. Каждый сантиметр там переливается с душою в ложе. Вот задумайся. Если бы я пришел к власти, я бы это сделал. Я бы сделал так, чтобы медицина развивалась не в сторону того, чтобы на дрон полицейский на 100 метров мог убрать пчатки пальцев. Потому что сейчас отпечатки пальцев берут, просто прикладывая на одну секунду к панели электронной. И сетчатку глаз, сетчатки глаз. Я бы делал медицину, чтобы она лечила зрение сетчатки глаз. Лечила руки, ноги, позвоночник лечила. Хронические болезни. Развивалась действительно медицина. Я бы, я клянусь, я бы это сделал. Клянусь, я бы это сделал. Клянусь, перед Богом. Я бы сделал, я бы сделал красивым город, чудом света. Сюда в туристы съезжались. Вот, посмотри. На тебе. Посмотри, бандит с бандитскими татуировками, добившийся. Стал просто этим. Он просто является тем, кто обслуживает эту систему. Тут везде видеокамеры. Кстати, они могут меня оштрафовать за то, что я факт показал по видеокамере. И они уже давно определили, скорее всего, мою личность. Видеокамеры сейчас существуют. Ну, вы можете посмотреть про Китай. Там видеокамеры определяют личность человека. Короче, это просто кошмар, к чему все катится. В Сбербанке тебя берут геонетические данные. Они могут в любой момент тебе просто лишить всех средств к существованию, всех денег, когда они захотят. Или когда какая-нибудь ошибка произойдет. Или, например, они могут тебе потом сказать, сфотографируйся. Например, в Одноклассниках там, чтобы подвергить свою личность, чтобы он сфотографируется, показав козу. Типа, ну, вроде дьявола. Чтобы... Чего еще показать-то? Чтобы в этом... Сейчас покажу вам еще кое-что. Одно место есть интересное. Чтобы это в... А потом они сделают так, что ты должен будешь произнести такие слова, например, как... Чтобы тебе карточку выдали, чтобы ты мог... Ну, или чип вставили, чтобы ты мог рассчитываться с деньгами. Кстати, коронавирус, он к этому ведется. Потому что деньги исчезнут быстрее во всем мире. А будут электронные деньги. Они скажут, ты придешь, скажешь, я хочу корочку хлеба себе купить, покушать. Они скажут, тебе, чтобы обновить тебе вот этот чип, или карточку, или еще какую-то хрень, которую они придумают. Тебе нужно помимо задать данные, кровь там, сдать все, вот это вот. Здесь, кстати, я однажды проходил, туда вот шел здесь. А здесь сидела девчонка и испражнялась. Она откуда-то отсюда, дальше она пошла туда. Но это было ночью. Мне просто стало страшно от этого. Я просто раз... Ну, там я не видел, конечно, ничего времени, но... Просто страшно стало от этого вида. Хотя я и так каждые выходные вижу и заказать, как испражняются девушки, мужики. Ну, тетки, мужики там. Так сказал этот сосед. Я могу видео даже выложить. Смотрите, я вам интересную вещь покажу. Они потом могут сказать тебе, что ты должен кровь сдать, анализ слюны сдать. Должен... Мысли твои контролировать должны. Чтоб безопасность была. Что если я чуть-чуть, человек задумает что-нибудь, мы мысли его проконтролируем. То есть контроль мысли... ... ...